МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас об этом поговорим со специалистом. Которую зовут Анна Супруненко, преподаватель Ростовского колледжа культуры Федеральной школы радио Школы Артист.ру. Автор и преподаватель курса «Люблю свою речь». Анечка, доброе утро. Здравствуйте, рада встрече. Ну и в первую очередь, как преподаватель по технике речи, желаю всем речевой бодрости. Ух, как! Я думал, сейчас в первую очередь как преподаватель, скажу, Гордеев, Касарина, не говорите ничего, вам это не идет. Да, Ань, смотрите, ну вот курс «Люблю свою речь». Наверняка это какой-то авторский курс, да, если даже нет. Ну просто расскажите, в чем его суть, почему именно о любви идет здесь речь, извините за татологию, и в чем заключается он. Да, решила раскрыть вам главный секрет моего авторского курса. Дело в том, что самый распространенный запрос ко мне как преподавателю – это «Помогите поставить голос», на что я всегда смело отвечаю, я не смогу этого сделать. Ну вот здесь обычно возникает пауза, точно так же, как она возникла и сейчас. А все дело в том, что я не могу научить человека тому, чему научила его сама природа. Все голосообразующие органы, они настроены в нас от природы. Ну вот давайте мы сейчас вместе с вами мысленно представим малышей в возрасте до двух лет. Вот как они звучат? Так, я извиняюсь, это уже начались занятия, да, Аня? Это уже занятия начались? Мы уже должны вам что-то… Мы погружаемся, да, вы мне уже должны отвечать начинать, да. Так вот, малыши до двух лет, как они звучат? Давайте охарактеризуем. Так. Как они звучат? Или так. Тихо, громко, настойчиво, как? Громко, настойчиво, Ира, давай. А что, как ребенок двухлетний, громко, настойчиво? Да, как они говорят, громко? Та-па, та-па. Да, да, дети звучат громко, настойчиво, убедительно и могут добиваться своего часа, и при этом, обратите внимание, они не теряют свой голос. Так ведь? Да. Так ведь, ну не было таких случаев еще, да? А это говорит о чем? Это говорит о том, что они звучат ровно так, как их научила звучать природа. Пока все хорошо, пока все понятно. Да. А затем, в возрасте примерно трех лет, начинается активный процесс социализации, контакт с социальными институтами, и мы часто слышим, наверняка вы тоже не исключение, не кричи, говори тише. Какой громкий у тебя голос. Так. Какой громкий у тебя голос, какой он назойливый. И мы что делаем? Мы по наитию начинаем свой голос спрятать, начинаем его блокировать, ну и тем самым мы теряем свой собственный, природный, естественный, свободно звучащий голос. Вот в этом главная проблема и в этом главная особенность авторского курса «Люблю свою речь». Я не беру на себя смелость поставить голос, я беру на себя смелость освободить голос природный. А в него вы обязательно влюбитесь, потому что природа дала каждому подходящий голос. Ань, а вот к вам приходят люди, которым не нравится их голос, или они не умеют правильно формулировать свои мысли? В чем суть этого вопроса? Что должно произойти, чтобы человек пришел к вам? То есть какие должны быть предпосылки у него? Ну, нужно понимать, что курс «Люблю свою речь» он, конечно, и в первую очередь про голос и речь. Здесь могут быть совершенно различные запросы. Мой голос слишком высокий, я хочу говорить убедительно на низких нотах звучания. Или, может быть, я тараторю, я не могу с этим ничего сделать, помогите мне с этим справиться. Это может быть, я не умею держать или слишком длительные паузы выдерживаю в речи. Все считают меня занудой, как мне с этим справиться. Ну и, конечно же, курс «Люблю свою речь» он не только про голос и речь. Он еще и про радость человеческого общения, про живые эмоции. Ань, а можете показать хотя бы одно какое-нибудь упражнение, чтобы мы с Геннадием... Не вмешивайте меня сюда. Мы вместе со всеми телезрителями нашего телеканала сегодня пробудили свой голос. Что нужно сделать? С удовольствием будем освобождать свой голос от блоков и зажимов. Ну, для начала давайте выведем речевое положение. Макушка тянется к солнышку, подбородок и шея буква «Г» 90 градусов, плечи расправлены. Сейчас мы представим, что у нас в животе живет звук «Ха». Звук «Ха» похожий на громкое зевание. Наша задача – вдохнуть в живот, чтобы достать этот звук, и на выдохе произнести протяжно «Ха». Давайте попробуем это сделать. Итак, вдох в живот. Вдох. И... Ха! Я почувствовался японцем. Ха! Ха! Что мы сейчас делали? Да, ну не борцы с ума, но почти. Ха! А теперь поднесите, пожалуйста, ладонь к рту. Поднесите ее, пожалуйста. К своему? И проверьте, насколько ваш выдох теплый сейчас. Итак, готовы? Вдох и снова «Ха». Вдох в живот и... Ха! Вот если ладошка сейчас стала теплая, а даже горячая, то это говорит о том, что мы освободили свои фанационные пути. Мы на правильном пути сейчас с вами находимся. Голос становится убедительным, голос становится устойчивым, объемным и выразительным. Спасибо, спасибо. Прям попробовали. Прям я уже после эфира буду к вам записываться. Кстати, по поводу записи и все остальное, сейчас же наверняка не происходит встреча, да, непосредственно с людьми, которые хотят полюбить свою речь. То есть вы дистанционно как-то работаете или даете задания домашние, они делают их, вы потом проверяете. Как происходит все это сейчас? Мы работаем сейчас в онлайн формате, как индивидуально, так и в группах. То есть как мы сейчас примерно с вами, то есть мы уже вливаемся. Да, конечно же. Вот так же активно, весело, с юмором. А, не вопрос, который всегда меня волнует, в принципе, наверное, в любой теме. Кого у вас больше, учеников мужчин или учеников женщин? Ой, вы знаете, распространенный вопрос, благодарю вас за него. Может быть, мы сейчас привлечем все-таки мужчин в наш курс. Конечно, больше у нас представительниц прекрасного пола, девушек больше. Мужчинам зачастую просто сложно самому себе признаться в том, что у него есть какая-то проблема. Какая проблема? Нет у нас проблем. Нам это сделать проще. Вот, видите, вот лишний раз вам доказательства. Проблем никаких нет. Мы уверены в себе, мы несем красоту в этот мир, у нас всего в достатке. А нам, девушкам, всегда проще понять, где наши зоны роста, и мы более открыты в том числе для любой формы речевой коммуникации. Вот женщины всегда хотят быть сегодня лучше, чем вчера. И ваши слова еще одно тому подтверждение. Потому что кого не спроси, там, врачей, еще преподавателей различных курсов, везде хотят быть лучше только женщины. Мужчины, ну, за нами же надо... Ну, некуда, некуда нам стремиться. Они и так прекрасны. Как-то дотягиваться, как-то нужно за нами дотягиваться. Пока Ирина и Анна не увели меня в эту пучину, я все-таки хотел бы, к сожалению, констатировать, что время наше подходит к концу. Анна, спасибо вам огромное. С нами на связи была преподаватель Ростовского колледжа культуры, Федеральной школы радио, школа «Артист.ру», автор и преподаватель курса «Люблю свою речь» Анна Супруненко. Хорошего вам дня. Разумеется, побольше мужчин на вашем курсе. Ну и чего еще? Да что еще? Ну, всего хорошего. Что еще сказать? А я желаю вам речевых побед. Да, правильно говорить по-русски, это очень важно. Особенно вот в преддверии выборов. Я не знаю, вот мне кажется, некоторые люди рискуют. Вот собаку недавно предложили выдвинуть в кандидаты. Мне кажется, Гена, рискуешь ты, потому что об этом рассказываешь именно ты. Очень аккуратно, друзья. Очень осторожно. Шутники продолжают проявлять свое творчество на улицах города. Предвыборные плакаты с фотографией Дональда Трампа появились в Ростове-на-Дону. Их клеят на специальные стенды, где должны на самом деле размещаться агитплакаты кандидатов реальных. Ну вот на плакатах с Трампом уточняется, что американские политики поборются за кресло губернатора. Выборы в Гордуму Ростова его не интересуют. Замахнулся, да, понимаешь ли? Лозунг Трампа аналогичен тому, с которым ранее заявлялся Барак Обама. Работать, побеждать вместе. А на полной версии фото можно еще увидеть предложение присоединить Ростовский обыск к США. Ну и еще минутка юмора. Ростовчане в соцсетях шутят, что уже морально готовы увидеть на выборных плакатах президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Но тем не менее регистрация кандидатов на выборы 13 сентября уже завершена. И список из пяти фамилий уже окончательно сформирован. Так что Александр Григорьевич, Дональд, извините, все уже время вышло, как говорится. Но есть время у нас с вами увидеть, если не целиком, фильм, который снят здесь у нас на Дону, но по крайней мере увидеть, как прошла премьера. Презентация фильма, снятого в Миллеровском районе, в Миллерово. Фильм под названием «Восхождение» – это впервые такое произошло у нас на Дону. Желаем удачи, конечно же, авторам, ну и давайте посмотрим сюжет об этом. Премьера фильма – это всегда важное событие для автора, сценария, режиссера и актеров. Для съемочной группы киноленты «Восхождение» оно было волнующим вдвойне, так как впервые в Миллерово был снят полнометражный художественный фильм. Вы знаете, это уникальный у нас фильм в чем? В том, что здесь нет профессионалов. В нем принимают участие любители, то есть люди, которым интересно. Этот рассказ «Восхождение» я написал где-то лет 20 назад. Я расширил, конечно, сценарий, это он больше, чем рассказ. Ввел новые линии сюжетные. Главный герой фильма, роль которого исполнил Сергей Шепелек, человек, искренне любящий свою мать, пока не создавший собственную семью. С первых минут он подкупает своей открытостью и искренностью. Как и заботливая, обеспокоенная судьбой сына, мама, умудренная жизненным опытом Людмила Беницкая. Страдающий от одиночества Сергеич ищет общение. Мать, воспитывающая ребенка одна, старается сделать все, чтобы он ни в чем не нуждался. Своя непростая история и у другой, убеленной сединой соседки. Однажды всем им понадобилась помощь, чуткого и отзывчивого человека. Он оказался рядом, выручил, помог, но, к сожалению, в это время его мать ушла из жизни. Раздумья, душевные терзания приводят героя к разным размышлениям. Как сложилась его судьба, можно узнать, только посмотрев фильм полностью. Надежда Шевякова, Виталий Платонов, Миллеровский телеканал для программы «Время местное». Это был сюжет для программы «Время местное». Посмотреть эту программу можно на нашем телеканале два раза в неделю, вторник и четверг, и узнать все самые актуальные новости нашего Донского региона. Вот в Миллерово кино снимают, а в Ростове на Дону продают квартиры за 63 миллиона, друзья. Да, на продажу выставили квартиру, на данный момент это самая дорогая жилплощадь в Ростове. В квартире 5 комнат, а площадь 300 квадратных метров. Золотое жюри находится в ЖК на Пушкинской, квартира является трехуровневой. Располагается на седьмом-восьмом этажах здания, а третий уровень – это, собственно, башня. Представляешь, башня. Жилая площадь указывается как 240 квадратов, из них 30 кухни, на двух уровнях есть санузлы. В стоимость также входят два парковочных места. Хочется сказать, беру, беру бы 63 миллиона. Хочется сказать, так скажи, кто тебя останавливает. Объявление о продаже, публикованное 15 августа, и пока это самое дорогое квартирное предложение Ростова. Но стоит отметить, что покупателю в целом она обойдется гораздо дороже, потому что сейчас в квартире только чистовая отделка, еще на ремонт тратится. Вы с ума сошли, что ли, в конце от концов? Ну, знаешь, спрос рождает предложение. Мебель еще, бытовая техника. Ну, мы желаем, чтобы каждый из вас мог себе позволить ту жилплощадь, о которой он мечтает. Мы вам, конечно… Где мне взять еще 62 миллиона? К сожалению или к счастью, квартиру подарить не можем, но у нас для вас приготовлены другие сюрпризы. Оставайтесь с нами и обязательно сможете их получить. Никакие, друзья, богатства мира, конечно же, невозможно… Точнее, ни за какие богатства мира невозможно купить детское счастье. Вот что я хотел сказать. Потому что порадовать ребенка, доставить ему удовольствие, наслаждение – это, мне кажется, бесценно. Вообще, сейчас мы поговорим о людях, которые максимально стараются сделать все для деток. И с детками тоже пообщаемся. Волшебник Юрий Леус сегодня у нас в гостях. Ведущий презентации конкурса «Мисс и мистер Лето-2020», который прошел буквально несколько дней назад здесь у нас в Ростове-на-Дону. Ну, и он, конечно же, не один. Он в компании очаровательных участниц этого конкурса. Доброе утро, Юрий. Доброе утро, милые девочки. Доброе утро. Юрий, давайте, если вы не против, начнем с представления тех, кто у нас сейчас в кадре. То есть, Юрия мы сразу вычислили, кто из этих четырех красавцев. Да, ну вот, барышни, кто, как зовут, какие ленточки, что вы играли? Давайте знакомиться. Девочки, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут. Давай начнем с тебя. Соня. Соня. Соня стала победительницей и обладательницей титула «Мини-мисс Саммер-2020». Это Соня. Продолжаем знакомиться. Представьте, как зовут тебя. Элина. Элина. Элина, друзья мои, стала обладательницей такого титула. Внимание, как, давай покажем всем, «Летняя красавица-2020». Так. Как зовут тебя? Сибель. И Сибель завоевала такой титул, покажи всем, как, внимание, «Первая вице-мисс Саммер-2020». Вот так. То есть, все самые-самые титулованные собрались в одном месте. Сколько всего было участниц, участников, потому что и мистера тоже выбирали. Поподробнее об участниках, если можно. Было около 30 участников, среди которых были красивые девочки. Победительницы находятся сегодня здесь. Были и мальчики. Вот, в общем-то, такое количество талантливых, ярких и замечательных ростовчан и ростовчанок приняли участие в конкурсе «Мисс и мистер лето-2020». Можно я немножко пообщаюсь с детками? Сонечка, милая красавица, у меня вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, это твой первый конкурс или ты уже когда-то принимала участие в подобного рода мероприятиях? Нет, не первый. Не первый. А что тебе в них нравится? Вот зачем ты туда приходишь? Сейчас заставили задуматься. Соня сидит и думает, зачем мне все это, действительно. Видимо, понравилось все. Ну тогда давайте спросим Элину и девочку с необыкновенным именем Сибель, если я правильно расслышала это необычное имя. Девочки, расскажите вы, как часто вы принимаете участие в конкурсах и что там нравится вам? Ну-ка поделитесь, девчонки, что вам нравится в конкурсе? Юрий, переводите. Давайте расскажу. Девочки говорят о том, что им очень понравилось ходить по подиуму. Вообще, конкурс это яркий праздник. Не только девочки могут надеть самые красивые платья, выйти на подиум, получить аплодисменты, но и за кулисами девчонок ждали сюрпризы, мастер-классы, различные шоу. Анимация, то есть для участников это настоящий праздник, который, я уверен, запомнится девочкам надолго. Да, девочки? Да. Вот тут они единогласны. Да. Юр, с какого возраста уже можно принимать участие в вашем конкурсе? То есть самый маленький, что ли, участник. И если не секрет, все-таки мальчиков насколько меньше, чем девочек? Самая младшая участница, ей было 4 года. Что касается мальчиков, то в конкурсе приняло участие несколько молодых человек, несколько мальчиков. Девчонок, конечно, больше, мальчишек чуть поменьше. Юрий, а вот у меня такой вопрос немножечко, знаете, организационного характера. Все-таки это был не просто конкурс, да, это была презентация каких-то брендов одежды, да, которые здесь представлены у нас в Ростове-на-Дону. Вот скажите, партнеры, которые вместе с вами сотрудничали, насколько охотно они шли на это мероприятие? Ведь все-таки сейчас такие условия пандемийные, и кто-то побаиваться в таком принимать участие, кто-то не хочет вкладываться деньгами. Вот расскажите, пожалуйста, немножечко вот об этой стороне. Ну, помимо того, что прошел конкурс Мисс Министерлета 2020, состоялась еще презентация летнего выпуска глянцевого журнала. То есть это был в одном празднике два ярких события. Что касается партнеров, партнеры с удовольствием приняли участие в проекте, потому что, помимо, повторюсь, конкурса и презентации, все гостей ждали большое количество развлечений. Красивый подиум через весь бассейн, яркий экран, и все это, конечно, не может не радовать и в том числе партнеров, которые охотно принимают участие. Что касается детских брендов, с удовольствием представили свои коллекции, осенние коллекции, школьные формы на моделях, которые по подиуму продемонстрировали, собственно, яркие образы. Поэтому партнеров было много, все с удовольствием приняли участие, праздник получился ярким. И я думаю, что наоборот, все соскучились по событиям оплайн, потому что всем надоело сидеть дома, надоело находиться в онлайн, всем хочется встречаться, общаться и получать удовольствие. Времени, к сожалению, очень мало у нас, поэтому с моей стороны, по крайней мере, финальный вопрос. Скажите, Юр, вот как специалист, как эксперт уже, скажем так, финальное обращение ко всем родителям, как вы думаете, зачем это нужно деткам вот от 4 лет уже, практически вот с такого раннего возраста? Я думаю, что это замечательная возможность получить, во-первых, корону, получить красивую ленту, получить диплом, получить аплодисменты и все это яркие эмоции, которые дети могут уже получать в столь длинном возрасте. Вы даже себе не представляете, какое удовольствие получает ребенок, выходящий на подиум, когда он идет по подиуму, получает аплодисменты, в конце получает подарки. Ну, это же невероятно, это воспоминания, эмоции, и я уверен, что девочки запомнят этот день надолго. Скажите, вам понравился праздник, девочки? Да! Давайте громко. Понравился? Да! А давайте теперь еще раз, еще раз точно так же крикнем «Доброе утро», но только после того, как я напомню о том, что у нас в гостях был настоящий волшебник Юрий Леус, ведущий презентации и конкурса «Мисс и мистер Лето-2020», а также очаровательные красавицы Соня, Элина и Сибель. А теперь дружно 3-4 «Доброе утро!» Раз, два, три. Доброе утро! Доброе утро! А утро у нас действительно доброе. А все почему? Потому что мы к вам не с пустыми руками. Та-ра-да-дам! У нас для вас есть подарок. Ничего себе! И эта книга, как известно, книга – это лучший подарок. Но чтобы получить книгу эту, нужно ответить правильно на один вопрос, каверзный вопрос. Вопрос звучит следующим образом. Кто является автором романа «Вокруг света за 80 дней»? Это французский писатель. Больше подсказывать не будем. Что нужно сделать? Позвонить по телефону 201-79-00 после 9.00 и сказать ответ на вопрос, который задал Геннадий. Еще раз повторю его. Кто автор приключенческого романа «Вокруг света за 80 дней». Мы желаем удачи каждому из вас. Я уверена, что почитать эту книжку осенним прохладным вечером будет приятно каждому. Ну и полезно будет, друзья, посмотреть еще кое-что интересное на нашем канале. Помимо всего прочего, появляется новый повод. Рассказать о своем бизнесе с экрана телевизора, прокачать предпринимательские навыки и получить крупную сумму на раскрутку в интернете – об этом работающие на себя жители области могут только мечтать. Но! Сегодня эти мечты могут стать реальностью. Подарки продолжаются. Телекомпания «Дон-24» и Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства запускают спецпроект «Самозанятые на Дону». Если вы житель Ростовской области и пользуетесь налоговым режимом «Налог на профессиональный доход», мы ждем ваших заявок на участие. Заявить о своем желании участвовать в спецпроекте можно, прислав письмо на электронный адрес салфеева.собачка.дон24.tv или позвонив по телефону в Ростове 201-79-00. Заявки принимаются до 20 августа включительно. Спецпроект «Самозанятые на Дону» реализуется при поддержке Министерства экономического развития региона в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства». Мы тоже вас, друзья, во всем поддержим. Давайте реализуйте себя вот прямо в эту минуту. Не ждите понедельника. Давайте начинать прямо сейчас, прямо сегодня. Я согласна. Хорошего дня и хорошего настроения. До свидания.